Всем здравствуйте, друзья! Сегодня у нас воскресенье, 21 ноября, и как-то у нас резко опять похолодало, ночью было плюс два всего, а вот сейчас уже 4 часа дня, или уже к вечеру, значит, температура плюс семь. Ну, так прохладненько. Сегодня моё видео посвящено английским продуктам, еде, ну и вот ещё грибам, которые я тут собираю. Итак, давайте посмотрим. Я теперь продолжаю дегустировать мясо, стейки, во всех магазинах. Вот из Теска я привезла вот такой сегодня биф. Медальон стейк. Он стоит недорого, 2,99. Здесь вот всегда почему-то у них 227 грамм. Я сколько смотрела, вот на таких упаковках всегда 227 грамм. Уж не знаю, почему они так, не 300 и не 250. Странная история, но обратите внимание, кто живёт в Англии, вот так. Так что я хочу его прям сегодня пожарить и сказать вам, как он. Мы его сейчас откроем. Откроем, откроем и сразу мы его на сковородочку достанем. Выглядит он ничего так, неплохо. И сразу я его на разогретую сковородку. Как меня учили, по полторы минуты с каждой стороны на большом огне как раз достаточно. Вот так пожарился с одной стороны. Переворачиваем. Даже, наверное, слишком сильный огонь надо прикрутить. Так, и с другой стороны полторы минутки. И вот такой сегодня у меня получился обед, друзья. Я, конечно же, добавлю опять соус грэви. Вот он у меня тут. Теперь я уже грэви добавлю не только на мясо, но и на свой любимый гарнир. Из гречки, вы видите. Ну, сейчас попробую, вам скажу. Пробуем. Он у меня уже теперь получился, видите, не с кровью, а почти медиум, почти вэлдан. Ну, в общем-то, вы знаете, немножко пожёстче, конечно, этот медальон. Всё-таки с тем, что я вам первый раз показывала из-за марки Спенсер, всё-таки вкус был другой. Так, сейчас ещё с другой стороны кусочек отрезала, попробую. Ну, вы знаете, неплохой, конечно, но всё-таки жестковат. Ну, жестковат. Вы знаете, я соус грэви опять употребила. Меня всё спрашивают теперь мои подписчики. А что такое соус грэви, где его как приготовить, расскажите. Вот я вам сейчас покажу. Он всего лишь навсего просто продаётся в гранулах. Вот такой вот, как вам показать. Боже, камера слишком не... Вот такой соус грэви, вот в такой банке. Вот так вот он выглядит. Вы просто вот эти грамулы разбавляете кипятком очень крутым, чтобы он растворился, ждёте. И вот, пожалуйста, он напоминает мясную подливку. Когда вы очень сочное мясо на противне жарите, получается очень много подливки вот этой мясной стекает, которая с мяса. Вот как раз это и будет соус грэви. Его очень любят англичане. Ещё я узнала очень много всего о стейках. Их 18 разновидностей стейков. И вы знаете, я даже прочитала, как они готовятся. Самый лучший, конечно, это сирлион стейк. Вот. Прочитала, как готовить нежный. Вот подвес по полторы-две минуты с каждой стороны. Это если обжариваешь. Ну, или точно так же барбекю. Что ещё там написано, что если у вас рамстейк, то это он будет немножко жестковатый. И вам его нужно ни больше, ни меньше, как вымочить в уксусе. И вы знаете, что я сделала? На 4 часа вот вымочить в уксусе написано. Я ещё удивилась. Думаю, зачем вымачивать в уксусе? Это же вымачивают обычно, если мясо уже почти не свежее. Но, тем не менее, думаю, ладно, послушаю поваров знаменитых. Вымочила в уксусе на 4 часа, но это потом. Что получилось с этим моим рамстейком, это есть было просто невозможно. Поэтому я теперь, конечно, портить продукт не буду. Буду делать по старинке. Просто обжаривать. А ещё хочу вам показать сегодня. Вот я купила вот такой прекрасный домик на крисмос, наверное, появился. Вот здесь вот чай вот в такой коробочке эксклюзив премиум квалати. 4 фунта стоит вместе с этой коробочкой. Листовой коробочку можно потом использовать, как вы понимаете, под то, чтобы чай хранить. Ну и вот здесь вот такой вот чай. Сейчас мы его с вами посмотрим. Я уже его открыла. Сейчас вам покажу. Вот он называется базилур чёрный чай эксклюзив премиум голоди, как вы видите опять. Вот, давайте посмотрим, как он. Запах у него просто офигенный. И выглядит он вот так. Немножко насыплю, чтобы нам видеть с вами. Вот он. Вот такой листовой чёрный чай. Здесь добавки какие-то вы видите. Ага, вот нашла информацию об ингредиентах. Чайный домик зимний написано. Значит, включает чай чёрный цейлонский байховый листовой, добавки вишни, лепестки василька и ароматы карамели, ванили, аниса и сливок. Кусочки. Значит, вот такой вот состав. Здесь масса нет до 100 грамм. Написано, что производитель Шри-Ланка. Дай бесподобный. Крепкий, вкусный, ароматный. Я уже его попробовала, так что рекомендую всем. Ну и слава Богу, что я нашла. Я ведь что хотела сказать? Я сколько искала здесь хороший чай, в каких-то супермаркетах найти хороший чай вообще невозможно. Всё в пакетах сейчас, в этих пакетиках несчастных. Ну, разве там хороший чай продаётся? Ну и в конце концов, вы не поверите, я нашла в этом Тики Макс отдел открылся специально у нас. И там вот эти сорта чая разные, вот такие буду пробовать вам рассказывать. О качестве хлеба я уже вообще молчу. Вот я сейчас покажу вам видео, где основной хлеб, он в общем-то просто выбрасывается или отдаётся, привозится бедным уже по истечению срока годности. Сказываю вам ещё, друзья, это вот бесплатная еда для бедных. Вот приносят просроченный хлеб, какие-то тут может быть фрукты, какие-то иногда немножко бывает овощей, но это всё уже. А вот в основном хлеб приносят такой. Уже в магазинах срок годности теряется. И это вот. А вчера здесь были какие-то вообще остатки. Вот сегодня даже видите, вот и здесь тоже хлеб. Но это вот люди подбежали брать и сказали, что можете только по одной булке взять. Вы знаете, я вот настолько была потрясена вот этим всем. Я ещё, по-моему, даже вчера или когда тут, когда увидела, подумала, может быть, взять эти булки. Я ведь лебедей кормлю, вы знаете. Думаю, ой, слушайте, я здесь бесплатно. И чего бы не взять, по идее. Почему бы и не взять покормить лебедей. но потом подумала, а вдруг людям не хватит. И вот как бы брать не стала. Но я вот тот хлеб уже основной то не беру, которого везде завались. А вот я стала покупать вот такой вот хлеб. Вот смотрите, он из дорогих. Фунт 80 стоит. Вот этот хлеб такой упакованный, который здесь в магазине, в пекарне сами и пекут. И вот еще вот этот хлеб. Посмотрите, вот такая маленькая буханочка. Фунт 10 он стоит. Тоже вроде бы как считается нормальный. Я купила на пробу, думаю, может быть этот хлеб лучше. Ну и что вы думаете? Я вот вчера его достала. Он конечно не проваливается вот так, знаете, с разрыхлителем как обычно. Весь просто как сказать, знаете, как подушка проминается, а толку никакого. Но этот вроде такой потверже. Я поэтому и подумала. Но может ничего. Вот посмотрите, я его режу. Ой, как мне неудобно одной рукой, друзья. Ну вот разрезала я его, посмотрите. Он со трубями, вроде как я думала он нормальный. Он вообще-то знаете, как вам сказать, во-первых, он какой-то полусырой, как бы, да, во-вторых, он вот так вот весь раскрашивается, ну не знаю, разваливается, раскрошивается вообще внутри какая-то абсолютно сырой мякиш. Нет, это не хлеб, друзья, нет. И вкуса никакого нет, абсолютно. Ну вот ладно, думаю, может быть, вот этот хлеб за фунт 80, может быть, он будет неплохой. Вот смотрите, что с этим хлебом. Я его уже тоже надрезала. Во-первых, он тоже деревянный, вообще невозможно продавить. И посмотрите, что здесь. Ой, ну в общем, вы знаете, сейчас я отрежу опять. Отрезала я. Еле-еле с трудом он стал какой-то каменный. Вот он весь крошится. А здесь выглядит вот так. Ну вот, я же говорю, еще и вкуса никакого. Ладно, что он выглядит не очень красиво, но у него и вкуса нет никакого. Хлеб раньше наш элементарный буханочками вот обычный черный хлеб. Даже, по-моему, название не имел хлеб-то и хлеб. Буханка хлеба. Во-первых, запах был у него бесподобный. Особенно если теплый. У нас бывало, что завозили хлеб, этот теплый был. И вообще такая красота. Ну и мы с вами перескочили сразу в лес со стола. Друзья, я гуляю по лесу, вы знаете, сейчас, вот когда еще и грибы там обнаружила, я гуляю почти через день, поэтому у меня много чего есть вам показать. Я хочу сейчас показать те грибы, которые я вам обещала показать. Ложные опята и настоящие опята. хотя тут тоже есть такая история, что настоящие опята очень редко встречаются. Есть частично ложные опята, но они также съедобные. Я вам хочу показать опенок ложный, который несъедобный. Как они отличаются. Просто, вы знаете, специально для нас с вами, чтобы я вам показала, как отличается ложный опенок, вот он, от настоящего. Вот смотрите, ложный опенок, вот я его срываю, у него тонюсенькая ножка, у него такой грязно-желтый цвет внизу под шляпкой, сама шляпка ядовито-желтого, вот она, просто видно. И вот он сразу рядом, но вот, к сожалению, все настоящие опята уже переросли. Ну вот давайте мы сейчас сорвем, вот он, настоящий опенок, видите, у него там юпочка, уже старый, юпочка порвалась, износилась уже. Вот, у него юпочка, у него розовенькая внизу под шляпкой, и у него толстая ножка, вот сравните. Очень хорошо, легко сравнить. Ну и потом, если вы уже будете ходить, смотреть, то вы уже даже по цвету будете определять, ложный опенок или настоящий. Вот эти, к сожалению, настоящие опята, но они, вы видите, они же уже все просто переросли, перестоялись. Вот такие большие опята, даже если они настоящие, уже брать не рекомендуется. Вот хочу показать вам сразу заодно вот это ложные опята, друзья. Вот они такие ярко-желтые, у них не бывает никогда внизу никаких юбочек под шляпками, и у них, видите, цвет такой грязно-желтый, ядовито-желтый. Вот эта поганка, хоть она и на пне, это ядовитый опенок, его кушать нельзя. А это, как вам нравится, громадина. Посмотрите, один, единственный, красивый. По-моему, это шампиньон. Сейчас посмотрим. Ну и вот, что тут у меня случилось с этим грибом? Я видела, что гриб похож на шампиньон. И он, для меня, вот он был вполне съедобный, как бы по виду и всяко, но я его крутила, вертела, и я так и не узнала, что же это за гриб. То есть, для меня он был неизвестный. И я его оставила в лесу, а потом, когда я открыла интернет, я узнала, что это съедобный и очень вкусный гриб, зонтик чешуйчатый, относится к семейству шампиньонов. Теперь буду знать. Сегодня меня лес удивляет опять. Посмотрите, вот эти огромные красные ягоды, как будто гирлянда украшает, да? А я не знаю, что это за ягоды. И вот опять, друзья, рассказываю вам, что случилось. Я, конечно же, если не знаю, все равно мне интересно, нужно узнать. но вот надо было просто сделать фото и не трогать мне эти ягоды. Вот я их показываю вблизи, как они выглядят. Они вот такой вот лианой тут плетутся. Но настолько они были красивые, что я, конечно же, не удержалась. И я их, конечно же, сорвала, нарвала в руку. Они очень-очень сочные. И они мне пустили сок по руке. Вот видите, я вам показываю, как я с ними тут возилась. И что вы думаете? Может быть, кто-то знает, что это за ягоды. Я, кстати, даже не искала и не нашла. Вот я показываю, какой листочек у них. Но и в чем дело? Оказалось, что это ягоды. Какие-то очень ядовитые. По крайней мере, у меня начало через 10 минут, чесаться вся эта рука, в которой я ягоды держала. Хорошо, что у меня с собой была вода. Я просто эту руку мыла, мыла, смывала водой. Она у меня все чесала, щипала. И даже какая-то как крапивница между пальцами проступила. Вот поэтому хочу сказать, друзья, лес, дело опасное. Пожалуйста, будьте аккуратнее. Не знаешь, не трогай, а тем более не ешь. Уже несколько лет вот эти вот здесь суккуленты растут. Наверное, кто смотрит мои видео, часто тот знает. Так вот, вы знаете, я стала их специальным раствором поливать. У меня один, посмотрите, он просто попутал берега, как я говорю. Он берега попутал. Он просто вырвался весь. Он всю мне вазу эту всю закрыл. Но мало того, что остальные, конечно, тоже растут, дай бог. Но этот вообще попутал берега, как я говорю, невозможно. Он, наверное, скоро у меня вообще отсюда теперь упадет. И все благодаря вот этому вот новому удобрению. Еще раз покажу, может быть, кто-то не видел. Вот, я чуть-чуть добавляю это удобрение в воду, когда поливаю. и странным образом именно суккуленты чувствуют себя великолепно. Вот у меня новая тут назревает уже чаша подобная той. Еще вот хочу немножко показать свои вот такие вот новшества. Я приношу вот такой мох из леса и укладываю его здесь между суккулентами. Мне кажется, что смотрится очень даже неплохо. ну и конечно же вот этот мой сумасшедший декабрист. Понимаете ли, он у меня уже цветет целый месяц. Вот потихонечку видите, уже цветочки опадают. К сожалению, как-то быстро опадают. Может быть, слишком я его для зимы часто поливаю. Поливаю опять же этим же самым раствором. И вот он все цветет и цветет. очень сильно, очень бурно. Каждый год меня радует вот этот замечательный цветок. Я скоро буду к Новому году оформлять свои камины, как обычно. Может быть, придумаю что-то новое еще для оформления. Обязательно вам в процессе расскажу. Это, наверное, у меня будет в декабре где-то. Так что следите, пожалуйста, за моими новыми видео. Пока!